Масштабное ДТП на подъезде к городу. Семь легковых автомобилей всмятку, одна машина горит, есть погибший. На дороге затор. Такой замысел пожарно-тактических учений сотрудников главного управления МЧС и спасателей. Для ликвидации последствий вызвана полиция, скорая. На место ЧП приехала тяжелая техника. Тягач и автокран, чтобы растаскивать машины. Делать все нужно быстро. Во-первых, по задумке в авто 12 пассажиров. Во-вторых, как можно быстрее необходимо освободить от пробки федеральную трассу. На данное учение еще у нас привлекались силы и средства администрации муниципального района Лежинского. Вы видели, был автобус, который мог использоваться для обогрева пострадавших, которые эвакуировали из машин. И последующие доставки в пункт время размещения, который у нас в реальном режиме времени размещен в близости селеного пункта Никольская. Спасатели быстро гидравлическим инструментом снимают вверх машин. Аккуратно переносят условно пострадавших. Работают слаженно. Уже неоднократно им приходилось оттачивать свои действия на реальных авариях. С начала года специалисты ведомства выезжали на ДТП. Больше тысячи раз. Когда много автомобилей, зачастую не хватает людей, рук, много пострадавших. Загруженность авто до дороги, то есть надо организовать объезд. Нужно сразу же помощь оказать большому количеству пострадавших. Учения, как правило, рассматривают самый сложный вариант развития событий. По этой легенде экстренные службы вызвал один из пострадавших. Стать участником или очевидцем аварии может каждый. Поэтому спасатели дают несколько советов для автолюбителей. Столкнувшись с ЧП на трассе или в городе, необходимо сначала вызвать на место специалистов. А уже потом бежать помогать. Остановить кровь или оказать первую помощь под силу каждому, уверены спасатели. Но прежде чем это делать, необходимо обесточить автомобиль. Отключить клеммы аккумулятора. А вот вытаскивать пассажиров из машины, как это делают в боевиках, категорически запрещено. Вы можете не заметить, что у него, ну, в целом весь организм, как у него чувствует себя. Может быть повреждены ноги, переломы конечностей, перелом позвоночника, перелом шейных позвонков. Если будете транспортировать человека, там пытаться его выдернуть, то вы нанесете еще больше влево. Спасателям на месте аварии зачастую не хватает рабочих рук. Поэтому они всегда благодарны тем водителям, которые останавливаются и предлагают помощь. Увы, таких немного. Чаще всего ивановцы фотографируют место ДТП или снимают видео, а после уезжают по своим делам. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.